Саль, ты знаешь, что впереди еще один праздник, не впереди, а уже настал. Уже настал и можно его активно отмечать. Но вот каким образом, наверное, все-таки какими-то спортивными достижениями это лучше делается, сейчас мы узнаем. У нас в гостях Алексей Фридман, начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы. А сегодня мы говорим о гражданской обороне. Ну, кстати, у нас в школе у многих были занятия по гражданской обороне. Не знаю, сейчас существуют или нет такие уроки, но мне хотелось бы узнать, а как вообще этот день принято отмечать? Ну, Кирилл, надо поздравить вас сначала. Поздравляю вас с Днем гражданской обороны. Это ваша профессия, очень нужная, очень важная. Спасибо вам. Спасибо. Доброе утро. Ну, начнем с того, что уроки, сейчас уже называются не по гражданской обороне, а уроки ОБЖ или высших учебных заведений безопасности жизнедеятельности, они проводятся. Мы работаем совместно с Министерством образования, Министерством МЧС России над тем, чтобы эти уроки были более в практичной плоскости, чтобы обучающиеся получали эти навыки и понимали о тех действиях, которые необходимы для привития культуры безопасности. Алексей Владимирович, извините, перебью, а вот как вы добиваетесь этого? Вы, например, помогаете учителям составлять программу? Или что вы делаете? Наши специалисты, которые непосредственно принимают участие в ликвидации членной ситуации, тушат пожары, приходят в учебные заведения, проводят занятия, разработанные специальные программы, где больше уделяется внимания практике. Что вы имеете в виду? То есть как правильно надеть противогаз? Начиная от того, как правильно надевают средства защиты, в том числе противогазы, как правильно пользоваться простейшими приборами, в том числе правила пожарной безопасности, по возможности обучаем пользование теми же огнетушителями, это тоже немаловажный факт. Ну и на практических занятиях также выставляется специальная техника, где тоже можно будет попробовать это все делать руками. Ну вот, Алексей Вадимович, я, например, вспоминаю себя в школьные годы, я помню, что у нас, у БЖ, всячески старались как-то обрезать, ограничить, меньше часов этому уделяли, но я считаю, что это неправильно, потому что здесь самые важные знания, может быть, мы и получаем. Может быть, нам не пригодятся где-то математика или философия или какие-то другие предметы, а вот как спасти жизнь, как себя повести во время пожара, это иногда может стоить как раз-таки нашу жизнь. Да, как показала практика, ну, все предметы важны, и они все пригодятся, скорее всего, в жизни, но вот этот предмет, который обучает тебя правилам поведения в чьей ситуации, он необходим, потому что у нас, к сожалению, много опасностей вокруг, и начиная от природных различных катастроф, и заканчивая техногенными авариями. Поэтому это очень важно. Скажите, а есть ли какая-то специфика программы ОБЖ для крымского региона? Ну, программа разрабатывается, в принципе, для всей территории Российской Федерации, но вот наши специалисты, пребывая в учебные заведения, именно уделяют внимание особо пожарной безопасности, также нахождению в горно-лесной местности, это специфика Крыма, и очень многие туристы, бывает, все-таки теряются на слесу, и спасателям приходится работать по их поиску и спасению. Поэтому все это уделяется непосредственно в обучении студентов и школьников. То есть есть целые программы по тому, как не потеряться в лесу, и как потушить лесной пожар? Да, и такие программы есть, курсы, которые обучают в данном направлении. Но вот я так понимаю, что все-таки со временем тенденции тоже меняются. Если в советское время, наверное, не уделялось вопросам, как, если что делать, если потерялся в лесу, потому что тогда такого не было, когда дети не убегали в лес, то сейчас, наоборот, этому уже больше уделяется внимание. Ну, просто чаще сейчас идут туристы в лес, и есть различные, скажем так, экстремальные виды спорта, где каждый хочет себя попробовать в той или иной ситуации, и поэтому приходится спасать людей из этих ситуаций, которые сами себя загнали. И для того, чтобы этого не возникало, все-таки лучше проводить профилактику, обучать, скажем так, культуре безопасности и проводить данные занятия. Алексей Вадимович, ну вот я знаю, что недавно совершенно каким-то таким образом у нас затопило наше водохранилище, вернее, вышло оно из берегов и угрожало всему городу, и только благодаря спасателям удалось эту ситуацию предотвратить. На самом деле это было обучение для самих спасателей, это так называемая легенда была, с которой надо было справиться. Ваше подразделение принимало участие в этом? И вообще часто приходится отрабатывать такие занятия? Регулярно проводятся всяческие учения, тренировки, и в рамках всероссийской штамп-тренировки по гражданской обороне, прирученной к дню гражданской обороны, вся территориальная постема России с Республики Крым отрабатывала вот такую водную, связанную с подтоплением от Сифербургского водохранилища. И регулярность проведения занятий, она дает свои положительные плоды. Подразделения как Главного управления, так и специализированных служб Республики готовы к действиям по предназначению. Но как удалось справиться тогда с поставленными задачами? Какую вы оценку поставите ребятам, которые проходили... Ну, оценку поставил нам начальник Главного управления, оценил довольно-таки высокий уровень подготовки. Спасли город. Город спасли, жители были вовремя эвакуированы и обеспечены всем необходимым, но и, по легенде, жертв разрушения не было. Насколько в реальной жизни такая ситуация возможна? К сожалению, в реальной жизни ситуация все-таки возможна. Крым у нас разнообразен, и погодные условия в Крыму, может быть, всячески начинают, как мы видели, от засухи, так и от обильных осадков, которые могут привести к различным подтоплениям. Может быть, не такие крупномасштабные, как в Сибири были, но все-таки специфика Крыма такова, что весь спектр человечества ситуации, тем более природного характера, может быть на нашей территории. У нас осталась буквально одна минута. Я прошу вас обратиться ко всем крымчанам, гостям полуострова, с пожеланиями, как правильно себя вести, чтобы ничего не происходило плохого. Ну, в этот день я, прежде всего, хочу поблагодарить наших ветеранов, которые были, которые зарождали данную службу, которые обучали нас в свое время. Всех крымчан хочу поздравить с праздником Днем гражданской обороны, пожелать процветания и благополучия, а также будьте бдительны и умеете себя обезопасить. Спасибо вам. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Алексей Фридман, начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...